Дорогие братья, сестры, церковь, разрешите мне приветствовать вас пасхальным приветствием. Христос воскрес! Слава Господу! Можете занять ваши места. И наш Иисус, Он воистину воскрес, Он живой, и Он воскресил нас для того, чтобы мы жили теперь для Него. Чтобы наша вера была живая, чтобы наши дела свидетельствовали о нашей вере. И именно об этом я сегодня хотел вместе с вами порассуждать, обращаясь к Слову Божьему. Итак, тема проповеди «Живая вера». Давайте вместе с вами обратимся к тексту, который записал Иаков, который являлся братом Иисуса Христа, который являлся учеником. И во 2 главе 14 стиха он пишет такие слова. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела. Что пользы? Итак, вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это внилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно Ираа в блуднице, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Слава Господу! Итак, вера, дела и спасение. Здесь Яков говорит нам и обращает наше внимание. Как это все понять? Мы часто читаем послание апостола Павла, и как будто апостол Павел или Яков друг другу противоречат. Апостол Павел говорит много о том, что мы не делами спасаемся, а только верою. Спасение – это дар Божий. Это не то, что мы заработали своими делами, своими хорошими поступками. Это дар Божий, который дается даром, но принимается верою. И апостол Павел много говорит о вере, о значении веры. А здесь мы читаем, что без дел человек не имеет спасения. Интересно. Неужели они противоречат друг другу? Друзья, конечно, не противоречат. Слово Божие, оно написано по вдохновению Святого Духа. И Слово Божие не противоречит само себе. Они все писали истину Божию, которая научает нас к вечной жизни, которая прощает нас к добрым делам. И это нам нужно просто правильно понимать. Когда апостол Павел пишет в разные церкви, чаще всего он обращается к тем людям, которые фокусируют свое внимание на делах и на делах закона. И они даже учили, что чтобы получить спасение, чтобы иметь спасение, нужно соблюдать некоторые дела, некоторые ритуалы. И даже обращали новозаветную церковь к делам закона, к ритуалам. Поэтому апостол Павел фокусирует свое внимание на том, что только через веру в Иисуса Христа человек может иметь спасение. Когда мы прочитали этот текст, я хочу снова обратить ваше внимание на 24 стих. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» То есть из этих слов мы понимаем, что Яков обращается немножко к другой категории людей, которые учили или понимали, или практиковали, что просто верь, просто верь, и ты спасен. Не обязательно тебе что-то делать, особенно, не особенно, какие-то дела, что-то доказывать. Ты просто верь, и ты спасен. И здесь мы видим две крайности. Апостол Яков, апостол Павел не противоречат друг другу. Они говорят об одном и том же, что дела и вера важны. Они идут вместе. И вот 15-16 стихи, что говорят. «Если брат или сестра не имеет одеяния и пропитания, а ты скажешь, иди грейся, иди питайся». Он показывает эту мертвую веру, лицемерие. Как будто этот человек, ему жалко, что человек не имеет питания, не имеет одежды. Он проявляет такую жалость в своей речи, но в деле он не проявляет. Он говорит, иди грейся, иди питайся. Это мертвая вера. Он хочет сказать, что он сожалеет, что ему жалко этого человека, но на самом деле ему не жалко. Потому что он имеет возможность помочь, но он не хочет этого сделать. Такова мертвая вера. И Иаков описывает ее так. Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. 18 стих. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела». И дальше читаем. «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе». Вот нам хочется прочитать дела, да? Как будто противоставляются дела и вера. Но он не говорит дела. Он говорит, а я покажу тебе веру мою из дел моих. И Иаков не разделяет веру и дела. Он говорит, что вера и дела должны быть вместе. Вера и дела должны быть вместе. И он именно это противоставляет просто вере. «Ты веруешь, что Бог един», – 19 стих говорит, – «хорошо делаешь». И бесы веруют, и трепещут. Просто интеллектуальное осознание, что есть Бог, что Он един, что есть вечность, что Бог триедин, что мы все умрем когда-то. Этого недостаточно, чтобы иметь спасение. В это именно даже бесы веруют. Дьявол это знает. Нет здесь что-то особенного. Это недостаточно для того, чтобы иметь спасение в Боге. И дальше Иаков говорит о двух примерах. Первый пример – это о Аврааме. И он говорит, что веровал Авраам Богу, он цитирует 15 главу с Бытие, и это вменилось ему в праведность. Именно вера Авраама в Бога стала его праведностью. Вера во что? Если мы обращаемся к 15 главе Бытия, мы видим, что Бог снова и снова обещает Аврааму, что «Я произведу от тебя великий народ, и в тебе благословятся все племена, все народы земли через твое поколение, через твое семя». Это еще Бог говорил еще Адаму. И именно через Авраама Бог обещает ему. Но мы знаем, что Авраам стар, и жена его стара, а детей нет. Где же то обещание, которое Бог говорил? Почему оно не исполняется? И вот 15 глава говорит о том, что Бог снова и снова напоминает Аврааму и говорит, что «Я произведу от тебя великий народ». И здесь пишется, что веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Но наследства еще нету, наследника нету. Проходит много времени, друзья, и мы знаем, что когда исполнилось Аврааму сто лет, так как ангелы обещали, так как Бог говорил, рождается сын его, Исаак. Спустя некоторое время Бог как будто испытывает его веру и говорит, принеси в жертву этого сына, твоего единственного, любимого, которого ты так долго ждал, принеси его в жертву, там, где я тебя укажу. Ну, конечно, это нелегко доказать свою веру в таких обстоятельствах. Но мы видим, что здесь, здесь, как 22 стих описывает вот этот процесс, что вера содействовала делам, он имел веру, и эта вера начала содействовать его делу. Он послушал Бога, он взял своих рабов, он взял своего сына, и он пошел, как Бог ему указал, чтобы там, на той горе, на той вершине, принести в жертву своего сына. Но он верил, что Бог обещал произвести от него великий народ. Поэтому он знал, что Господь держит все под своим контролем. И дальше. И делами, 22 стих, 2 половина, вера достигла совершенства. Когда это он сделал, Бог реально увидел, что Авраам всем своим сердцем верит Бога и доверяется Ему. То есть дела и вера, они идут вместе. Вера начинает побуждать человека к делам. Дела, они утверждают, они делают совершенную нашу веру. Поэтому нельзя исключать эти две вещи, вера и дела. Их невозможно исключить, они идут вместе. Второй пример, который приводит Иаков, это Раав, блудница, которая жила в городе Ерихоне. И мы знаем, что когда израильский народ и шел с Египта, и многие люди уже слышали, идет великий народ, он побеждает народы, он захвачивает города, им было страшно. И в первой главе, извиняюсь, в второй главе Иисуса Навина как раз об этом описывается, что Раав говорит, что я знала, мы слышали, наши сердца трепетали, что вы идете, что Бог предает народы ваши руки. И поэтому она принимает соглядателей, то есть шпионов, она принимает их, она помогает, она их прячет на крыше и потом отпускает их. Но они пообещали, что они сделают все, чтобы она и вся ее семья, которая окажется в ее доме, когда придет израильский народ, что они получат спасение. Друзья, кем была Раав? С одной стороны, знаете, она была предательницей. Она была предательницей для своего народа, для своего царя, потому что она встала на сторону врагов, которые и шли на эту землю, потому что Бог предал эти народы, эту землю в руки евреев. Она была предательницей. Она, возможно, не сильно правильно поступила, но Бог оправдывает ее. Библия говорит, что она сделала правильно. Почему? Очень просто, друзья. Она понимала, что Бог предаст этот город в руки евреев. Бог наказывает эти народы, потому что они жили неправильно. Бог совершает свои суды. И она встает не просто на сторону своего народа, она встает на сторону правды и жизни, чтобы спасти себя, спасти свою семью, своих родственников. Она встает на сторону как будто врагов, евреев. И это вера в то, что Бог на самом деле предаст их город, хотя мы знаем, он был очень укрепленный. Стены говорили о том, что никто не захватит этот город, ни евреи, никакой другой народ не смогут захватить этот город. Стены были очень высокими и толстыми. Но она верила, что Бог предаст этот город в руки евреев. И эта вера спасла ее и ее семью. Итак, 26 стих. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Я думаю, что мы все с этим согласны, мы принимаем как Слово Божье, что вера без дел мертва. Вера живая – это вера, которая показывает дела, и дела эти, они усовершенствуют веру человека. Друзья, если говорить о делах, каких делах мы говорим вообще? Это добрые дела, и это дела послушания Слову Божьему. Дела, которые свидетельствуют, что я слушаю Бога, Его заповеди, Его постановления. И Бог через Своих пророков много говорил и в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы много встречаем, когда Бог говорит о добрых делах и поощряет Свой народ. А Моста, 5 глава, 15 стих, говорит так. «Возненавидьте зло, и возлюбите добро». Михея, 6, 8. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действуя справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Итак, справедливость, смиренно-мудрие и милосердие, дела милосердия. Бог всегда хотел, чтобы народ Его не просто знал, что есть Бог и Егова, не просто знал, что Бог этот вывел этот народ с Египта и спас. Нет, не только. Бог хотел, чтобы эти люди реально показывали свою веру через свои дела, делали добрые дела и слушались Господа. Через Исаию Бог говорит израильскому народу, 1 глава, 17 стих, «Научитесь делать добро». Многие люди в то время еще не научились делать добро. Божий народ. И Бог напоминает, «Научитесь делать добро». В Домом Завете сам Иаков, это 4 глава в конце, он говорит так, «Кто разумеет делать добро и не делает тому что? Грех». Представьте себе, мы люди, я знаю, что мы все понимаем, что нужно делать добро, и если мы понимаем это и не делаем добро, оказывается, мы грешим. Оказывается, что мы грешим. И сам Иисус Христос, Ян записал в 5 главе, в 29 стихе, говорит такие слова, «И взойдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». То есть Иисус говорит, что те, кто поднимутся, кто войдут в воскресение жизни, это те люди, которые делали добро. Это не те просто люди, которые говорили, что да, есть Бог, да, в церковь нужно ходить, да, нужно то делать, то делать, и ничего не делали. Нет, это были те люди, которые исповедовали, то есть верили, и своими делами подтверждали свою веру, делали добрые дела. То есть Библия много говорит о добрых делах и о послушании. И третья часть, которую я бы хотел бы, как мы практически можем показать нашу живую веру, или как мы можем практиковать нашу живую веру. И знаете, Господь, Бог дает нам некоторые прекрасные наставления, как мы можем практиковать свою живую веру. Я думаю, что мы все хотим, да, правда, показать свою веру. Мы все хотим иметь веру, которая спасает, не мертвую веру, которая не дает спасения, а живую веру, которая дает спасение. И, конечно же, не будем обманываться, что делами своими мы заслуживаем спасение. Это не так. Только по благодати Божией, только через дар Иисуса Христа, который пришел на эту землю и пострадал за нас, и пролил свою невинную кровь, и заплатил за наши грехи. Только это является причиной нашего спасения. Друзья, а наши добрые дела, наша святая жизнь, наше хождение в духе – это результат того, что Господь, Бог, живет внутри нас. Слава Иисусу! Итак, я читаю слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Луки. Шестая глава. Прочитаю сначала 35 стих. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего». Итак, у меня вопрос, дорогие братья и сестры, молодежь. Хотим ли мы иметь великую награду и быть сынами Всевышними, дочерями Всевышними? Хотим ли мы? Хотим. Итак, что для этого нужно делать? Вот здесь начинается наша реальная вера. Вот мы понимаем, мы верим, что для того, чтобы иметь награду, чтобы быть сынами Божьими, нужно что-то делать. И вот немножко раньше мы обращаемся с 30 стиха. Давайте прочитаем наставление со Христа. «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». И первый момент. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любят любящих их. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». Здесь Иисус Христос обращает внимание не просто на то, чтобы делать добро. И мы говорили, как нужно делать добро, как нужно показывать свою живую веру. Иисус говорит, что многие грешные люди, люди мира сего, они тоже делают добро. Они тоже дают взаймы. Поэтому, если мы просто делаем это, мы можем оказаться без награды. Но когда или в каких обстоятельствах мы можем получить награду? И Иисус здесь говорит, делайте это. 35 стих. «Но вы любите врагов ваших». То есть не только любите друзей ваших, близких ваших, врагов любите, которых тяжело любить, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ, и неблагодарным, и злым. Итак, будьте милостивы, как и отец ваш милосердий. Друзья, мы должны иметь это милосердие и проявлять свою милостивость. Давайте мы еще прочитаем еще. Это будет 14 глава Луки, 12 стих. 13-14. «И сказал же к позвавшему Его, то есть Иисус Христос был в гостях у одного из фарисеев, и сказал такие слова. «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых и слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресенье праведных». Друзья, похоже, времена не поменялись. И мы, как люди, по своей природе, мы тоже хотим где-то показаться, похвастаться чем-то, что-то мы приобрели, дом купили, машину. Мы хотим показаться своим друзьям, пригласить их на пир, сделать что-то особенное, чтобы они увидели, чтобы они ахнули, ах, как красиво, ах, как все хорошо. И чисто по нашей натуре, такой жизненной, это является, ну скажем, природным таким явлением для человечества, для человека. Но Иисус Христос обращает наше внимание на то, чтобы мы это делали, ну, немножко по-другому, чтобы получить награду, чтобы иметь награду там, в вечной жизни, нам нужно это делать тем людям, которые никогда не могут нам отдать, никогда не могут заплатить тем же. Мы друг друга приглашаем, сегодня я пойду в гости, меня накормят, завтра я приглашу в гости, я накормлю. Ну какая награда? И грешники, и люди мира всего это делают. Бог призывает церковь свою светить ярко и являть любовь Божью. А Бог явил свою любовь. Каким образом? Он возлюбил грешных людей, которые распяли Его, которые не слушали Его, которые грешили и шли против Бога. Бог возлюбил таких людей. Он нас возлюбил. И Он сегодня учит, чтобы и мы так поступали. Не только делали добро, кто нам делает добро. Потому что не будет награды. Друзья, не будет награды. Это не говорит о том, что мы не должны делать это. Мы должны. В этом есть другая польза. Возможно, общение. Возможно, еще что-то. Но чтобы получить награду за наши добрые дела, мы должны искать добрую почву. То есть ту почву, где наши плоды, они возрастут во спасение, в награду и тому подобное. То есть все и там, где люди нам не могут дать. И последнее, что я хотел сказать, поскольку уже сегодня у нас праздник, День Матери, я присоединяюсь, молодежь, к вам, к вашим поздравлениям, к вашим родителям, к нашим родителям, к нашим матерям. Пусть Бог благословит вас. Бог говорит так. Это одна из заповедей, которые Бог дал израильскому народу. И апостол Павел, посланник к ефесянам, 6 глава, напоминает. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Итак, если ты веришь, друг мой, дети, если вы верите, что если вы будете послушать своим родителям, вы будете долголетние, вы будете благословены вашей жизни, начинайте делать, начинайте проявлять вашу веру делами, подтверждаться делами, слушайте ваших родителей, и будете иметь благословение. Друзья, я желаю, чтобы у каждого из нас была живая вера, чтобы свет, который внутри нас, который Бог нам дал, чтобы он сел ярко, чтобы люди видели, что мы не только друг другу делаем добро, и это необходимо, но чтобы мы делали добро людям, которые не любят нас, возможно, делают нам зло, чтобы мы делали добро тем людям, которые никогда не могут воздать нам. Молодежь, пусть Бог благословит вас и даст вам мудро, чтобы вы нашли ту добрую почву, куда вы можете сеять добрые дела, возможно, ваши финансы, возможно, ваше время, еще что-то, и то все принесет вам награду там, в небесах. А я желаю, чтобы мы все вместе помолились нашему Богу и прославили Его за этот день, за Его Слово, и чтобы Бог помог нам жить живой верою. Аминь.